Продолжение следует... 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 Это определение понятию саморегуляция. Итак, я надеюсь, что мы все сойдемся во мнении о том, что саморегуляция учебной деятельности – это специфическая регуляция, осуществляемая учеником как субъектом деятельности. Итак, почему же мы очень много говорим о том, что поведение ученика должно быть саморегулировано? Да потому что мы как целью видим приведение в соответствие возможности ученика с требованиями учебной деятельности. То есть мы хотим, чтобы ученик осознал свои задачи в качестве субъекта деятельности. А далее, смотрите, я очень крупными буквами написала о том, в чем состоит основная суть саморегуляции. Учащиеся берут ответственность за собственное обучение, осуществляют контроль за собственным поведением и прогрессом обучения. Они способны корректировать данные области для достижения результата и превращения трансформации мысли в целенаправленное действие. Итак, как же добиться того, чтобы ученики приняли ответственность за собственное обучение? До того, как я предложу вам стратегии, буду говорить о стратегиях саморегулированного обучения, мы с вами прочтем слайд, который предлагает вам идею составляющих саморегуляций. Итак, что же такое саморегуляция? Если отойти от академического определения и проговорить это более простым и доступным языком, мы понимаем, что саморегуляция, причем не важно, является ли это саморегуляция учителя или это саморегуляция ученика, это всегда управление временем. Саморегуляция – это высокий уровень концентрации. Саморегуляция – это мониторинг понимания, то есть осознание того, понимаете ли вы то, что происходит в учебном процессе или нет, и насколько вы это понимаете. Саморегуляция – это системный подход к обучению и к выполнению учебных задач. Это умение самостоятельно ставить цели, рефлексировать, быть вовлеченным в мозговой штурм и креативное планирование. Это умение отбирать, владеть инструментами, производить мониторинг, модификацию, оценку. Опять же, что такое саморегуляция? Это умение регулировать академическую тревожность, это умение совладать со стрессом. Что такое саморегуляция? Это менеджмент мотивации к обучению и к достижению. Какова ваша внутренняя мотивация? Как мы знаем, внешняя мотивация, она всегда вызывает какую-то тревожность, напряженность, нервозность, иногда даже агрессию. А внутренняя мотивация – это намного благодатнее область, которая ведет к достижению высоких результатов. Итак, саморегуляция, опять же, это волевой контроль, это умение заставить себя двигаться к намеченной цели. Это менеджмент обязательств и намерений. Итак, на этапе этого слайда мы должны признать то, что саморегуляция – это навык. Вопрос теперь вам, уважаемые коллеги. Сколько бы у вас не было сейчас со мной, 3, 5, 1, 10, на ваш взгляд, что такое навык? Итак, прошу ввести мне сообщение в строку чат и простым, необязательно академическим языком написать, на ваш взгляд, что такое навык. Вот мы сегодня говорим, навыки 21 века, знания, умения и навыки. Так что же такое навык? Итак, я повторяю, саморегуляция рассматривается как навык, навык высокого уровня. Что же такое навык? Согласно с вами, Искровская неполная школа, что навык – это определенные умения, привычка определенных действий очень хорошо. То есть, вы правильно понимаете, что это действие, но так как это привычка, это многократно повторяющееся действие, вы абсолютно верно говорите. Навык – это привычка определенных действий. Абсолютно верно. Итак, мы говорим, навык – это определенные умения, навык – это привычное использование или повторение каких-то определенных действий. Все верно. Мы продолжаем выражать мнения, но вот уже на уровне вот этих двух мнений мы переходим к следующему слайду, и теперь мы можем прочесть то, что говорит слайд. Итак, навык – это действие путем повторения и путем доведения до автоматизма, поэтому же дровы были абсолютно правы. Это всякий новый способ действия, протекая первоначально как некое самостоятельное, развернутое и сознательное. Затем в результате многократных повторений может осуществляться уже в качестве автоматически выполняемого компонента. Поэтому, повторяю еще раз, и вы из Кровской неполной школы, и вы же ДРА были абсолютно правильно. Это автоматически выполняемый компонент деятельности. Работаем дальше, а теперь поговорим о видах навыков. Итак, если говорить о навыках, в навыках различают три вида навыков – это перцептивные, интеллектуальные и двигательные. Но мы с вами далее в этой презентации, в нашем вебинаре, будем говорить только о навыке интеллектуальном. И так как мы сказали, что это автоматический прием, автоматического характера, поэтому навык интеллектуальный – это автоматизированный прием, это способ решения встречающихся ранее умственных задач. Движемся вперед и немного поговорим о формировании навыка, потому что мы подходим к тому, как же формировать навык саморегуляции. Так вот, смотрите, формирование навыков. Что касается навыков саморегуляции, мы должны помнить о том, что навыки саморегуляции, они не появляются абсолютно сформированными. И они не появляются, как цыпленок из яйца, они эволюционируют и усиливаются через практику, через движение, через ошибки, через обратную связь окружающих, через рефлексии. И все это на пути продвижения от одного этапа обучения к другому. То есть ожидать, что ребенок приходит обучаться, и уже там в первом классе он демонстрирует высокий навык саморегуляции, я имею в виду учебной саморегуляции, конечно, нет. Этому нужно учить. И по мере того, как ребенок продвигается по линии обучения, навык этот, при умелом его развитии, он, конечно, переходит на более высокий уровень. Итак, уважаемые коллеги, сейчас посмотрите на эту прекрасную картинку, и картинка, которую вы видите, она так и называется «Прекрасный сад». Итак, эта картинка лишь напоминание о том, что до того, как мы начинаем у ученика развивать учебный навык, у него уже сформированы какие-то определенные навыки, и они сформированы непосредственно каждодневным трудом в каждодневной жизни. Итак, какие же навыки формируются каждодневно вне учебы? Например, если вы решили вырастить какой-то цветок на подоконнике, или решили посадить сад и сделать его таким ухоженным, как вы сейчас видите на картинке, что вы делаете? Вы делаете множество маленьких вещей, которые обеспечат вот этот идеальный результат. То есть, возможно, вы тщательно поливаете растения в соответствии с погодой, возможно, вы наблюдаете за тем, как появляются эти ростки, возможно, вы отбираете до этого семена, сажаете только те, которые, допустим, семена, которые дали ростки, и вы их бросаете в землю. Может быть, до этого вы внимательно относитесь к деталям, учитываете время, которое отводится на то, чтобы семечко проросло. Вы думаете о том, в каком месте лучше посадить то или иное семя. И вот это все навыки, навыки умения наблюдать, умения отбирать. И вот именно эти жизненные навыки, они могут потом постепенно перерастать в академические навыки. Так вот, когда ребенок приходит в школу, очень хорошо, что если вы периодически предоставляете ученику возможность оценить то, какими навыками саморегуляции он владеет или какими академическими навыками он владеет. Если сегодня вы примете решение скачать эту презентацию для своего пользования, здесь вы найдете некий лист самооценивания, который так и называется «Трансформация личных навыков в академические». И ребенок посредством оценивания себя, он поймет, на каком уровне его саморегуляция в отношении академических навыков. Например, посмотрите на пункт номер девятый. Пункт звучит так – способность отстаивать собственную точку зрения, приводя стойкие аргументы. В разрезе баллов от одного до пяти ребенок ставит себе три. И причем при этом он понимает, что не особо-то он и способен отстаивать собственную точку зрения, еще и приводя стойкие аргументы. При этом ему еще предлагается привести пример. А где и когда вы развивали данный навык? Да, вы ставите себе три, но а где вы проявляли уже этот навык? И при этом ученик начинает думать, а почему всего три, а почему не четыре, почему не пять? Очевидно, этот навык у меня не является очень высоко развитым. И вот этот лист самооценивания навыка позволяет ему сделать выводы в отношении уровня своей саморегуляции. Ну а здесь у нас предлагается девять навыков, поэтому оценка пойдет в отношении к девяти навыкам. И вот уже через описание этих девяти навыков ребенок начинает понимать, что такое саморегулируемое обучение. То есть, например, под пунктом номер один. Это способность проявлять упорство при выполнении трудных задач. Это уверенность при начинании нового дела. Это умение находить информацию из разных источников. Это умение читать сложные тексты для выявления главной мысли или идеевых содержаний. Это способность отбирать нужное. Вот если мы умеем это делать, да, это наше саморегулируемое обучение. Идем дальше. Сейчас, кроме... для того, чтобы вести дальше разговор о саморегулируемом обучении или поведении, кроме того, что мы говорим о навыках, нам нужно еще поговорить о стратегиях. Уважаемые коллеги, я прошу теперь вас дать определение слову стратегия. На ваш взгляд, что же такое стратегия? С навыком мы разобрались. Это многократно повторяющееся действие, доведенное до автоматизма. А что же такое стратегия? Уважаемые коллеги. Так, что же такое стратегия? План действий. Абсолютно с вами согласна. Стратегия – это план действий. Для достижения цели. Верно. Верно. План действий для достижения цели. Уважаемые коллеги, пока мы ждем других мнений, посмотрите на слайде, который я вам сейчас демонстрирую, у вас приводится пример стратегии подготовки к экзамену. Например, ученику, который готовится к экзамену, вы можете предложить следующее. Начните с самого трудного раздела, с того материала, который знаете хуже всего. Но если вам трудно раскачаться, можно начать с того материала, который наиболее всего интересен и приятен вам. Итак, это стратегия. С одной стороны, мы можем начать с материала, который знаем хуже, с другой стороны, кто-то принимает решение, начать с того материала, который знаем лучше. И поэтому вот Искровская неполная школа, вы тоже правы, это некий алгоритм действия. Выбираем, либо делаем то, либо делаем другое, и, соответственно, следуем этому алгоритму. Ну вот, а теперь момент истины. Мы говорим, что стратегия – это доминирующая концепция, это принятые и одобренные, да, как какие-то стратегии преподавательской учебной деятельности, как пути достижения основных действий. Все так и есть, да. Это алгоритм, о котором вы говорите, это такой некий план действия. А теперь, уважаемые коллеги, посмотрите, что я представляю вам на этой слайде. Все, что пишется, оно начинается с части слова «сама». Итак, примеры учебных стратегий. Итак, как же сделать поведение ученика саморегулируемым? Конечно, мы должны развивать у него такие качества, как самоконтроль, самоинструктирование, самоусиление. А все это можно объединить одним понятием – самомониторинг. Вот далее, далее, в своих последующих слайдах я как раз начну раскрывать суть каждой из этих стратегий. Ну, например, стратегия самоконтроля. Что же это такое? Оказывается, экспериментально доказано, что ученики осуществляют самоконтроль, задавая себе вопрос о том, демонстрируют ли они определенное желаемое поведение. Ну, например, если ученик задает себе вопрос типа «Использую ли я свое время рационально для завершения домашней работы к обеду?» или «Записал ли я все домашние задания, которые я должен выполнить?» Вот если ребенок способен задавать себе такие вопросы, эти вопросы относятся к самоконтролю. Итак, какие формы самоконтроля мы знаем? Это концентрация внимания, это умение сосредоточиться на отдельной задаче, это следование шагам определенной стратегии и готовность достигать ожидаемые результаты. Ну, например, как мы уже сказали, например, регулярное выполнение всех домашних заданий или написание слов правильно. То есть самоконтроль – это постоянная постановка вопросов самому или себе. А сделал ли я? А выполнил ли я? А подошел ли я к установленным срокам вовремя? В этом и суть самоконтроля. Дальше. Следующая стратегия – это самоинструктирование. Вот самоинструктирование, иначе можно назвать как разговор с самим собой. Это как если бы водитель вел машину и говорил себе, а вот сейчас тебе нужно повернуть направо, а вот сейчас тебе нужно повернуть налево, а вот сейчас тебе нужно поехать прямо. При этом водитель разговаривает сам с собой. Это часть нормального развития обучающихся. Данная стратегия является мощным инструментом в момент его использования учащимся любого возраста с целью намеренного саморегулирования и определения поведения при обучении. Например, ученику приходится иметь дело с очень-очень сложным текстом. И в этот момент ученик может дать себе установку. Мне нужно найти, прежде всего, мне нужно найти определение незнакомых слов и прочитать эту страницу еще раз. Эту установку дает не учитель, не тот, кто его обучает. Эту установку дает себе сам ученик. Так вот, если он способен это делать, в данный момент он проговорит себе определенную инструкцию. Это и есть самоинструктирование. Ученики могут использовать разговор с самим собой для того, чтобы напомнить себе, на чем сосредоточить свое внимание, какие предпринять позитивные шаги при столкновении с трудностями и для того, чтобы усилить позитивное поведение и многое другое. И третья стратегия – это самоусиление. Стратегия тоже хороша. Самоусиление возникает, когда ученик выбирает мотивирующее вознаграждение, а затем награждает себя при достижении определенного рубежа. Например, вы сами себе, как педагоги или ученик, можете сказать себе. Ну вот, если я выполню домашнее задание сегодня до 4 часов, все, я имею право потом 2 часа смотреть мой любимый футбол по телевизору. Или, если я, допустим, приму участие в проекте, который предлагает нам учитель, затем я попрошу и буду успешным, я попрошу у родителей сделать мне подарок к Новому году в виде энциклопедии. И буду уверена абсолютно, что родители мне этот подарок сделают. То есть это такое некое стимулирование, некое самоусиление для того, чтобы участвовать в той или иной учебной деятельности. А вот сейчас, когда уже половина нашего вебинара позади, и мы переходим с вами к мета-стратегии, к аббревиатуре, которую я проговаривала в начале вебинара, это КРЭАМ-стратегия. Что же такое КРЭАМ-стратегия? Эта стратегия является главным принципом или мета-стратегией, которая вдохновляет учащихся принимать во внимание собственное отношение к обучению. И, как я уже сказала, данную стратегию можно применять в любой зоне обучения и жизни. Она вдохновяет учеников на поиск разных вариантов, помогает определить, как можно учиться легко и успешно. Итак, если расшифровывать эту стратегию, под буквой К мы имеем в виду креативность, буква Р – рефлексия, Э – эффективность, А – активность и М – мотивация. Ну и вот сейчас я думаю, что я не буду раскрывать на этом слайде суть этого всего, потому что все отдельные слайды и после этого сделают за меня это. Итак, переходим к первой букве этой стратегии. Буква К – креативность. Так что же такое креативность? Прежде всего, это обладание уверенностью в использовании индивидуальных стратегий и стилей, использование воображения при обучении. Мы все индивидуальны, мы все разные, и степень креативности, она тоже у всех разная. И это свобода наших мыслей, это наше творчество, но при этом делать это нужно уверенно, и результат будет индивидуальный, интересный. Он может быть ожиданным или неожиданным. То есть креативность – это наши краски, это не стандарты смышления, это наше, как мы уже сказали, наше воображение и творчество. Итак, внутри креативности мы должны поговорить еще о таком понятии, как стиль обучения. Так что же такое стиль обучения? Стиль обучения – это индивидуальная система форм, методов и приемов, которые используют обучающиеся в процессе своей деятельности. То есть это манера поведения, характер общения с другими учениками. Это какие-то индивидуальные особенности, которые влияют на успешность выполнения задач и полноту достижения поставленных целей. Уважаемые коллеги, вот сейчас я познакомлю вас с несколькими стилями обучения через таблицу, которая так и называется «Стили обучения». Итак, первым стилем обучения, первый стиль обучения называется «Ныряльщик». То есть часть наших учеников мы можем нанести к ныряльщикам. И их характеристика заключается в следующем. Если это вы, у вас тенденция смело начинать новое дело и продвигаться вперед. Вам нравится завершать дела, вам нравится наблюдать, как работает то или иное, вам нравится переходить от одного дела к другому. Вы хорошо работаете при коротких вспышках активности. У вас сильная ваша сторона. Вы не тратите время на волнение, вы быстро приступаете к выполнению заданий, вы можете мотивировать других, наша Айгу Скульбековна. Вы хорошо проявляете себя в ролевых играх при решении проблем и во время кризиса. Но вам есть над чем работать. Например, у вас западают такие зоны, как рефлексия и планирование, потому что вы многое делаете спонтанно. У вас критическое мышление стоит над этой зоной разработать. К рассмотрению альтернатив нужно подойти более внимательно. Вам нужно работать над умением слушать и слышать, и работать с другими, и над развитием личного интереса, для того, чтобы работать более продолжительное время. Ну, это, по-моему, сколько к мне относится, у вас эти тоже все в порядке. Итак, мы с вами, коллега сидит рядом со мной. Следующий тип, стиль обучения, это ученик, которого мы можем назвать мечтателем. Ну, кто же такой мечтатель? Его характеристики. Они много думают по поводу изучаемого предмета. Им нравится тщательно исследовать. Они часто откладывают выполнение практических дел на более поздний срок. Они не всегда имеют понятие, куда они идут. Они часто меняют записи в своем дневнике. Но у них тоже есть сильные стороны. Они хорошо рефлексируют, оценивают. Они креативны. У них множество идей. Они вечно копают глубоко, чтобы дойти до сути. Они могут внимательно слушать и сочувствовать. Над чем им работать? Им нужно искать эффективные стратегии обучения. Им необходимо научиться находить соответствие установленным временным рамкам и уметь принимать ответственность за себя и за других. Напористость страдает. Над этим тоже нужно работать. Но это был всего лишь второй тип в отношении стиля обучения. Но есть же еще ученики логики. Их характеристики следующие. Им нужно, чтобы дело имело смысл. Им хочется знать, что за всем стоит. Они организованы в подходе к делу. Они наслаждаются процессом решения сложных проблем. Они перфекционисты. У них есть сильные стороны. Они хороши в анализе и критическом мышлении. Они хорошо организованы. Хороши в науке, математике, решении проблем. Им нравится задавать вопросы. Над чем нужно поработать? Над чувствительностью к отличительным особенностям других. Над личной рефлексией. Над тем, как вы работаете с другими. Над умением работать с другими. Над управлением стрессами. Итак, последний тип учеников по стилю обучения – это прожектор. Итак, ученики-прожекторы, они все находят интересным. Им нравится видеть картину целиком. Они располагают небольшим количеством информации по поводу многих вещей. И часто зациклены на деталях, но не запоминают их. Им бывает трудно отобрать необходимую информацию. При этом, в качестве сильной стороны, мы говорим о том, что у них высокий уровень мотивации и интереса. У них обширное общее знание. Они ведут связи между вещами. Креативные и изобретательные. Над чем работаем? Над постановкой целей и расстановкой приоритетов. Над разбивкой на категории и отбором. Демонстрация навыков. Развитие памяти к деталям. Вот теперь, когда я проговорила о стиле обучения, уважаемые коллеги, те, кто со мной, позвольте дать вам небольшое задание. Оно будет очень простое. А кто вы? Ответьте на вопрос. А кто вы по стилю вашего обучения? Вы нырячек? Вы мечтатель? Вы логик или вы прожектор? К какому стилю обучения вы наиболее близки? Вы бросаетесь с головой необдуманно в обучении? Вы бросаетесь с головой в обучение? Или вы очень долго мечтаете? Вы между логиком, здорово, ЖДРА, между логиками и мечтателем может быть такое. Может быть такое. Очень интересно. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам, что остаетесь вовлеченной в вебинар. Да, вот ЖДРА, вы правы в том, что иногда эти стили обучения совмещаются. Поэтому не всегда мы говорим, что кто-то конкретно нырячий, кто-то конкретно мечтатель, или логик, или прожектор. Иногда это может быть комбинация этих качеств. Согласна с вами. Коллеги, жду реакции других. Будет здорово, если вы тоже напишите. В чем комбинация ваших стилей? А тем временем мы продолжаем говорить о стратегии ГРЭМ и переходим к букве Р и говорим о том, что Р означает рефлексия. А что же такое рефлексия? Ну, для многих не секрет, что это умение оставаться наедине с самим собой, анализировать, оценивать свою деятельность и извлекать из нее уроки. И поэтому это тоже навык, и ему нужно учить. И давайте предположим то, что сейчас эти дети рефлексируют, дети, которых вы видите на картинке, да, и что-то на своих планшетах записывают, или ставят себе отметку, оценку в отношении того, как они выполнили ту и иную работу. Позволим себе предположить, что они погружены в рефлексию. Но существует много стратегий развития рефлексий, и я вашему вниманию предлагаю только пять из них. Например, можно очень хорошо развить навык рефлексии, если вы ведете рефлексивный журнал или блог. Если вы часто задаете вопросы самим себе или используете листы самооценивания и отвечаете на какие-то вопросы относительно вас самих. Если вы периодически обновляете свое учебное портфолио, как ученик, да, в роли обучающихся. Если вы готовы принимать конструктивную обратную связь от учителей или там от ваших тьютеров. И если вы вообще регулярно заполняете листы оценивания собственного прогресса. Все это ведет к развитию ваших рефлексивных навыков в роли обучающихся. Как еще настроить ум на обучение? Очень хорошо, если вы обучаетесь в движении, если вы иногда делаете что-то дополнительное вне классной комнаты и отрываетесь от учебы в классной комнате. Если вы используете друзей в качестве ресурсов, если вы поддерживаете высокий уровень тайм-менеджмента. Итак, с нами наша стратегия CROWN. Мы переходим к третьей букве, которая означает эффективность. Итак, что же такое эффективность? Эффективность это умение организовывать свое учебное пространство, время, состояние ума и ресурсы. Ну и сюда включая информационные технологии, ИКТ. И все это для извлечения максимальной пользы. И опять же эффективность это умение расставлять приоритеты. Сейчас я вам приведу в пример два вопроса. Это ваша задача решить. Это упорное обучение или это эффективное обучение? Например, если ученик задает вопрос, как я могу все это выучить? Это упорное обучение или эффективное обучение с его стороны? Это какой тип обучения? Упорного или эффективного? Когда ребенок говорит, задает себе вопрос, как я все это могу выучить? Это упорное, согласна с вами. А если ученик говорит, а что является этому хорошим примером? Или какой же пример я могу привести вот тому, что я только что прочитал? Да, я это прочитал. А пример этого? Какой пример я могу привести? Это упорное или эффективное обучение? Это упорное или эффективное? Если мы приведем пример. Эффективное, больше эффективное. При этом мы можем сказать, что с одной стороны это вроде бы и упорное, да, я упорно продвигаю свое обучение, но с другой стороны, безусловно, это эффективно. Это будет намного эффективно, если вы способны себе задать такой вопрос. Согласна с вами. Спасибо, коллеги, за участие. Итак, ну вот дальше идет такая некая памятка, как же стать эффективным на старте. Ну вот сам минимальный совет, который можно дать, это будет следующее. Если ты не чувствуешь готовности к обучению, хотя бы успокой себя тем, что ты собираешься обучаться только минут 10. Не говорите себе, вот я сейчас 2 или 3 часа буду сидеть и обучаться. Ну дайте установку себе на 10 минут. А потом вы можете оказаться настолько вовлеченными в обучение, что не будете замечать, как течет время, и обучение уже продвигается. Это вот памятка о том, как стать эффективным на старте. Придумайте себе какой-то крючок, поймайте себя на крючок, трюк какой-то проговорите себе, да, трюк какой-то произведите над собой. Следующее, уважаемые коллеги, ну вот мы говорим о стратегиях эффективного, о стратегиях саморегуляции. Итак, сейчас вашему вниманию я предлагаю таблицу, которая называется «Куда уходит время?» И хочу показать вам, как можно изменить эту таблицу с тем, чтобы поведение ученика стало более саморегулируемым. Итак, например, на сон вы тратите 9 часов, ну, как ученик. На еду 2 часа в сутки, на общение 3 часа, личное дом 3 часа, передвижение от школы к дому там час, занятие 2 часа чтения, 2 часа письмо час, размышления 0 часов и упражнение релаксации 0 часов. Ну, представьте себе, что гипотетически это расписание одного из учеников. А теперь я хочу показать вам, что эта же таблица может выглядеть по-другому. Вот, например, первый раз я сказала «сон 10 часов», а сейчас я уже говорю «сон 2 часа». Я сейчас не буду все это перечитывать, я обращу ваше внимание только на последние 2 позиции. И если в первом случае на размышлении там было отведено 0, то при этом раскладе на размышлении уже уходит час. Может быть, этот час забранный от сна. И если в предыдущей таблице на упражнении на релаксацию там было отведено 0 часов, здесь уже отводится полтора часа. А вот теперь давайте сведем ту и другую таблицу. Мне кажется, вот она. И здесь вы видите вот сравнительный анализ. Смотрите, что меняется. Например, еда и общение объединяются, и на это уже уходит не 5 часов, а уходит только 3 часа. При этом вот эти 2 часа, они уже уйдут на размышления, на упражнения, на релаксацию. Ну и при этом, если что-то с чем-то, от чего-то нельзя, как бы, чего-то нельзя лишиться, оно, конечно, останется. Ну вот, например, на передвижение час, если у вас уходит на передвижение, он и будет уходить. На занятия, если, допустим, вы решили, что вы после обеда 2 часа занимаетесь, ну да, они у вас и будут уходить на занятия. Но тем не менее, это 2 примера. И это вам решать, какое расписание выглядит более эффективным. Но в этом суть саморегуляции. Само. Это вы все решаете, сами решаете, как вам лучше распланировать свой день. Итак, наша стратегия КРЭАМ. И осталось 2 буквы. И если говорить о букве А, это активность. Это стремление быть вовлеченным в процесс обучения через практику физически и умственно для обретения смысла того, что изучается. То есть вы, как ученик или там ваши ученики, должны об этом постоянно помнить. Чем вы активнее, чем результативнее ваше обучение. А к активности вот сами себя и взывайте, заставляйте себя через волю, сила воли только может заставить вас быть активным. Итак, ученик, вот если говорить про активность, выбирает 2 позиции. Либо я активный, либо я пассивный. А вот теперь, смотрите, я привожу вам примеры реплик, которыми пассивный обучающийся сопровождает свое обучение. Вот здесь это говорит о том, что у него очень низкий уровень саморегуляции. Итак, если ученик слушает лекцию учитель и говорит себе, я должен все это записать. Нет, это низкий уровень саморегуляции. Или ученик изучает заметки в своей тетради и говорит, как все неаккуратно, перепишу это заново. Неактуально это в наше время, поэтому это тоже относится к низкому навыку саморегуляции. Или изучает статью и говорит, я ее перепишу полностью, неэффективно. Пример четвертый. Перед написанием эссе ученик говорит себе, время писать эссе. Скопирую немного отсюда, а потом еще вот отсюда, а потом еще отсюда. Это тоже неэффективно. Простое копирование для написания эссе, оно, конечно, не идет. Или в момент размышления ученик сидит, размышляет и говорит себе странно. Я закончила изучать тему, но не помню ни слова. Это все говорит о том, что саморегулируемое обучение было практически на нуле. Эффективные стратегии не были использованы. А вот сейчас я приведу пример вам других размышлений. И это будут примеры реплик, которыми активные обучающиеся сопровождают свое обучение. Вот, например, во время подготовки к лекции саморегулируемое поведение ученика может выражаться следующим вопросом. То есть ученик может спросить себя. Итак, идет лекция. А на какие вопросы хочу найти ответ? Что мне об этом почитать заранее, вот по поводу этой лекции? Или при изучении какой-то темы ученик говорит. В какой книге я найду эту информацию? О чем это утверждение? Нужно оставить место для внесения деталей. При переписывании заметок, вместо того, чтобы давать себе установку, переписать заметки, лучше сказать себе, а как же сделать эти записи более ясными, более структурированные? Или объединяя идеи и информацию, ученик может подумать так. Думаю, мне поможет создание диаграммы паутина, или диаграммы вена, или там карта ума и так далее, и так далее. Еще раз повторяю, если вы намерены скачать эту презентацию, остальные примеры вы можете прочесть без меня, особого смысла про чтение всех я сейчас не вижу. Итак, мы сказали о том, что для развития, для поднятия уровня саморегуляции очень хороши таблицы самооценивания. Сейчас я предлагаю вам еще одну таблицу. И вот если вы предложите ее ученикам, опять же, через ответы «да», «нет», через расстановку там галочек, через подчеркивание, ученик поймет о том, что есть шикарные стратегии для развития, для поднятия уровня саморегуляции, для развития вот этой саморегуляции. Но для начала с этими позициями нужно ознакомиться. Итак, чтобы поведение было высоко саморегулируемым, например, ученик должен уметь передавать смысл большого текста восьмью или десятью словами. Он, цифра два, должен уметь создавать схему паутина или там вести записи по шаблонам. Третье. Он реально думает о трех-пяти примерах из жизни того, чему его обучили. И он может применить в жизни то, чему обучился. Он умеет составлять списки мини-вопросов по изучаемых аспектах в любой области. Он отвечает на свои мини-вопросы. Он умеет рисовать диаграммы, рисунки, иллюстрирующие теорию или концепты и так далее. Итак, повторяю. Это таблица самооценивания. Ребенок держит ее в руках и просто ставит вот эти вот отметочки, то, где он наиболее успешен. Но опять же, те зоны, которые западают, это зоны ближайшего развития. С этим уже все понятно. Итак, последняя буква в стратегии КРАМ, это буква М, мотивация. Что же такое мотивация? Мотивация – это осознание ценности личных результатов. Это контроль долгосрочных и кратких планов. То есть это когда, опять же, ребенок говорит сам себе, ты должен это сделать. Но при этом он ищет причины, почему он должен это делать. Это когда самая мотивация, когда мы говорим, вставай, иди и делай потому что, потому-то, потому. Ну вот для самой мотивации, для поднятия уровня самой мотивации, вы, например, можете использовать стратегию празднования успеха. То есть когда дети успешны, не уставайте повторять им об этом, не уставайте хвалить их, не уставайте благодарить их за их успех. В этом будет ваша мотивация. То есть устанавливайте цели, краткие, крайние сроки выполнения заданий, которые легко достичь и соблюдать. И это увеличит ваши шансы на успех. И когда вы достигнете краткосрочную цель, наградите себя. И, завершив более крупные дела, увеличьте вознаграждение. То есть, да, в этом суть стратегии празднования успеха. То есть любое достижение должно быть как-то доотмечено, как минимум, хорошей обратной связи. Другая стратегия – это создание записи об успехе. Получилось – сделайте запись денег, похвалите себя. Получилось – снова пишите. А потом можно через какое-то время возвращаться к этим записям и уже делать какие-то выводы в отношении своего прогресса в области саморегуляции. Еще одна стратегия – это постановка новых целей. Достигли определенных целей, устанавливайте новые. Но помните, что они должны быть уже на порядок выше, чем предыдущие. То есть тот этап, который вы прошли, он уже пройденный этап. Следующая стратегия – ищите поддержку. То есть находите людей, чтобы, опять же, найти понимание в лице того, кто вас поддерживает. Расскажите ему о ваших целях, амбициях. Потом расскажите о том, чтобы у вас получилось. И, я думаю, через поддержку учеников, через поддержку одноклассников, конечно, будет крепнуть уверенность в своем саморегулируемом поведении. Еще одна стратегия – отношение к делу. Не важно, кем вы работаете. И детям об этом нужно говорить. Плотник ли ты? Там ремонтируешь обувь. Вы собираете ягоды, как собирает эта девочка, вазите компот или прибираете дом. Отношение к делу – это очень важная вещь. Старайтесь думать о трудностях, лишь как о вызове. То есть если вам не хочется этого делать или вам не нравится эта работа, которую вам предстоит делать, но вы понимаете, что вам все равно ее делать, ну да, думайте о том, что вы потом будете праздновать успех. Во-вторых, думайте о том, что кто-то будет пользоваться потом результатами вашего труда, поэтому почему бы не сделать это хорошо. Да, трудно, да, но это возможно. Трудно – да, но возможно – да. Вообще трудные дела сначала кажутся невозможными, потом возможными, а потом вы понимаете, что вы можете это сделать. Итак, мы подходим уже к завершению нашего вебинара. И позвольте предоставить следующие выводы. Сознательный выбор и использование учителям и учащимся предложенных мной сегодня стратегий, заданий, инструкций, памяток, примечаний и примеров сосредоточить на развитии навыков саморегуляции. Если ученики будут использовать данные стратегии, у них сформируются новые навыки обучения, они станут у вас независимыми, самомотивированными, увлеченными, уверенными и ответственными личностями с развитым критическим мышлением. Знакомство обучающихся с разными стратегиями, формирующими навыки саморегуляции, изменит их отношение к процессу обучения, сделает его доступным, увлекательным, качественным и эффективным. И, как и на прошлом вебинаре, я предлагаю вам литературу к изучению. Первая книга The Study Skills Handbook, автор Стелла Котрелл. Это книга на английском языке, и поэтому это для аудитории, которая владеет английским языком. А вот восьмой навык Кови, восьмой навык Штивена Кови, и по Чик Сент-Михайлу книга «Креативность», они доступны в интернете, их можно скачать, и поэтому без проблем. Прочтение этих книг, конечно, повысит ваше знание в отношении того, как развивать саморегуляцию. Итак, уважаемые коллеги, практически 50 минут прошло, я в основном вещала, и сегодня не было вот такого тесного интерактива, поэтому я очень-очень благодарна отдельным из вас, кто оставался со мной на протяжении всего вебинара. Но хотелось бы еще получить от вас обратную связь, и вы можете мне написать что-то в отношении трех вопросов. Вопросы у меня такие. Что явилось наиболее эффективным моментом данного вебинара для вас лично? Или какие метастратегии саморегулируемого обучения вызвали у вас наибольший интерес? Или какие вопросы и идеи пришли вам на ум во время занятия? Может быть, просто мысли какие-то. А вы можете вообще не обращать внимания на эти вопросы, а просто что-то написать в отношении того вебинара, в котором вы участвовали. Уважаемые коллеги, ну, я жду ваших комментариев, с нетерпением смотрю на строку, где написано «Введите сообщение». Я надеюсь, что вы мне что-то напишите. Я надеюсь, что Жидра Каратаева была со мной в течение всего вебинара. И вот особенно вам хочется сказать спасибо. И Искровской неполной школе вам тоже огромное спасибо. Пятница, понятно, конец рабочей недели, мы все устали, но превозмогать себя и быть высоко мотивированными и оставаться до конца вебинара с тренером – это, конечно, очень хорошо. Ну вот в конце вебинара я узнаю, что с нами была Гульнар Мансуровна. Спасибо вам огромное за ваш отзыв, за то, что вы благодарите меня за вебинар. Гульнар Мансуровна, я надеюсь, что в следующий раз вы будете вместе со мной работать в режиме интерактива. Я очень хотела знать какие-то другие ваши мнения. Я полагаю, что вы с Искровской неполной школы. Но это мои предположения, я не могу знать, откуда вы, если вы об этом мне не напишите. Но в любом случае, вам спасибо большое, что подключились и что были со мной. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, если вы сейчас что-то печатаете, вот, например, как Жадера, вот Жадера пишет о том, что тема очень полезная, согласна с вами. Но если глубоко дальше идти, вот, знакомиться со стратегиями, думать, как, вот, организовать саморегулированное обучение, да, согласна, что тема, она полезная. Вот, теперь я читаю то, что вы пишете. Надо изучить более глубоко, согласна, завести тетрадь или журнал рефлексий. Как учителю это полезно сделать, и ученикам то же самое. Если они будут вести тетрадочку или рефлексивный дневничок, об этом мы на всех курсах говорим, это тоже будет очень и очень полезно. Спасибо вам большое, Жадера. Каждому ученику согласна, что каждому ученику. Мой совет вам, Жадера, и вам, Гульнар, вся там Искровская неполная школа, кто меня слушает. Мой совет следующий. Не ограничивайтесь предложенными в данной презентации идеями. Ищите способы расширения ваших возможностей по формированию навыков саморегуляции у учащихся. Поэтому вот это то, о чем мы же говорили. В чем же будет ваша идея вот того, как развивать навыки саморегуляции. И мой последний слайд, вот как раз об этом. Успехов вам, уважаемые коллеги, применения метастратегии. А сами вы, как педагоги, оставайтесь креативными, рефлексивными, эффективными, активными и высоко мотивированными. Уважаемые коллеги, с огромным чувством благодарности к вам, всем тем, кто участвовал в вебинаре. Спасибо вам огромное. Вам желаю хороших выходных и очень надеюсь, что в следующий раз, особенно если у нас будет возможность как можно раньше заявить ссылку на вебинар, я надеюсь, что на следующий вебинар вы присоединитесь непременно ко всем тем участникам, которые будут зарегистрированы. Всего доброго. До следующих встреч. До свидания.